Представляю вам главного тренера команды Астана, Мирослав Геранек. Мирослав, пожалуйста, сначала комментарий к матчу, а потом уже, если у у нас есть вопросы. Отличный матч в очень-очень хорошей атмосфере. Достойный, достойный первых двух команд чемпионата Казахстана. Мы свою игру проиграли в первом тайме, где после наших ошибок в разыгрыше домашняя команда это использовала. И забыла нам два мяча, во втором тайме чуть-чуть поменяли. Что-то в игре забыли на 1-2, потом была такая игра, где уже мы нужны были чуть-чуть рисковать. Открыто на две стороны. Некоторые моменты были, еще в конце, там голова, но уже нам не получилось. Поздравляю, а кто без победы. Спасибо. Тако. Николай, давай. Вот так, по словам, цижею собака статистины. Что ты ещё не называешь? А обычно не в станции? Что же ты знаешь? Что шли каждый раз? У него была практически первая игра, там пять минут после травмы играл с шахтером, кубок. Потихоньку набирает форму, но я решил, если он выдерживает целую игру, за это он выходил во втором тайме. А что касается Урана, там его последняя игра не была такая, как он ожидал и мы ожидали, за это он достал запасы, но так бывает, что он играл в кубок и сейчас все игры до этого, а сейчас к нам еще Исламхан приходил, а сейчас если мы еще добавим команду в атаке, то будут такие моменты, что и другие игроки будут запасы, это нормальная ситуация. Спасибо, спасибо. Владимир Андреевич Никитенко, главный тренер команды «Эксбирен». Хоть бы раздражать, как они у вас говорили, а пока Андреевич, как вы комментарии сегодняшнего матча? Ну, еще раз хотелось бы просто детально еще раз посмотреть, но общее впечатление об игре такие, что мы играли с хорошей командой, в принципе, 25-30 минут играли очень неплохо, создавали моменты, быстрота была, культура паса была, в движении хорошие. Создавали моменты, забили два, там еще один-два было момента, но соперник тоже большие проблемы нам создал и привел по обороне. Потом сказалось все-таки, я думаю, что сказалось то, что 120 минут игры, тяжелые игры с артобасами и при счете 2-0 все-таки немножко мы начали себя жалеть, не то что жалеть, а сбавили. И инициатива перешла к сопернику, мы перестали контратаковать так, как бы хотелось, значит, во втором тайме мы сделали, пропустили гол, вот этот быстрый гол в дебюте второго тайма и выпустили вот уже Давыдова, который, в принципе, начал напрягать, несколько моментов создал, там мог выходить один в один, там были. Ну, в принципе, отвлекал много соперников на себя, просто еще корректировку сделали по центральной зоне, ну и, в принципе, выиграли игру, я думаю, заслуженно выиграли игру. Ну, еще раз говорю, вся борьба впереди, 5 очков, это не тот показатель, который там можно о чем-то говорить, отделенный на два, поэтому вся борьба впереди, еще, я думаю, в «Шестерке» будет еще много интересных матчей, и там будет видно, случайно мы обыгрывали или не случайно обыгрывали такие команды, как «Шахтер» или тот же «Астану». Вся борьба впереди. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Владимир Андреевич, вот Сергея Давыдова, а вы выпустили на замену в очки на старт. Ну, я не готов, он, у него 26 мая был, заканчивался чемпионат, закончился чемпионат, потом в российской премьер-лиге идет пауза, как отпуск, что ли, мы его взяли, можно сказать, из отпуска, сейчас вот за 4 дня мы его подготовили на 35 минут. Я думаю, сейчас дальше у нас будет время, неделя, будем подводить под большее время, потому что и травматизм, и неготовность, и все это, я думаю, оказывается, ну, я думаю, что это нормально, правильно. С листа никто, 90 минут, это потом мы из ямы не вытащим, и дай Бог, чтобы еще травм не было. Поэтому, я думаю, на сегодняшний день 35 минут это достаточно. Спасибо, и подводный вопрос, в год эти 35 минут, какое впечатление на вас привезет? Ну, я же говорю, он вертикально готов открыться в любую зону, у нас есть футболисты, которые могут давать эти передачи, плюс фланговые прострелы, он же, он и завершение там прострелы, есть фактура, есть исполнение. Игровки в Мирлиге, Россия, ведущая команда, ведущая команда, Рубины, Динамо, Москва. Все, всем спасибо. Спасибо.